Никто не вправе мне указывать. И ни Международная Федерация Хоккея, ни Рене Фазел, и ни дисциплинарный комитет и Хафе не вправе мне указывать, как себя вести. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о том, как лукашистские бандиты продолжают издеваться над белорусскими женщинами. В этот раз они умудрились обрезать женщине волосы и обвинили ее в пикетировании. Все это из-за цвета волос. Все это и многое другое мы обсудим сейчас на канале Реальная Беларусь. Девушку обвинили в пикетировании за цвет волос. У нее были покрашены волосы в бело-красные цвета. И ее из-за этого обвинили в пикетировании и дали штраф. 2320 рублей, это 80 базовых. И как нам сообщают анонимные источники, ее прямо в РОВД побрили. Лукашисты продолжают издеваться над белорусами, невзирая ни на что. Они понимают только силу белорусского народа, и именно поэтому нужно остановить этот беспредел, иначе сегодня они стригут женщин за цвет волос, а завтра будут их стричь за политические взгляды. лукашисты не останавливаются ни перед чем, потому что они борются за свою жизнь. Они так сильно нарушили закон, так сильно накосячили, что прекрасно понимают, что при смене любого другого режима их ожидает кара. Судебная и народная кара. Белстат, который недавно начал скрывать важную статистику, теперь закупает ПО для защиты информации. Киберпартизаны так сильно прижали тухлые гнилые яйца синепалого диктатора, что тот кинулся на закупку нового оборудования, дабы защитить свою говноинформацию. Информацию, которую они собирают о нас, они пытаются скрыть. Что конкретно они пытаются закупить? Устройство защиты информации, систему защиты информационной сети государственной статистики, систему защиты информации для сайта Белстат. Программно-аппаратный комплекс криптографической защиты информации, курс обучения по вопросам государственных секретов. Напомним, Белстат начал скрывать статистику посмертности во время пандемии коронавируса, а недавно перестал публиковать информацию об экспорте товаров из санкционных списков. И это понятно, Лукашенковский прикорытный Белстат это не что иное, как рупор лукашенковской пропаганды, где они публикуют статистику таким образом, что нормальный человек ногу сломает, прежде чем найдет какую-либо информацию. Я лично, делая ролики, перекапывал тонны информации Белстат, и уж поверьте, они так пытаются все зауалировать, что даже здравый человек не сможет найти там информацию. Они прячут информацию о смертности от ковид и не публикуют информацию о том, какие поставки куда идут, хотя это все народное и народ обязан знать правду. Но они считают, что народу можно говорить то, что они считают нужным. И если считают нужным скрыть смертность, значит скрывают. По нашей информации Наталью Херше, ту самую политическую заключенную, которую осудили, как обычно, ни за что, уже третий раз уговаривают написать документ о помиловании. Ну, как вы понимаете, когда гражданка другой страны находится в тюрьме Беларуси, давление соседних стран никак не облегчается, а диктатор пытается выйти на диалог с Европой, так как его якобы стальные яйца в тисках, и Путин его заставляет налаживать эти самые отношения. И они пытаются заставить ее написать прошение о помиловании, а она не хочет. Человек уверен в своей позиции, знает, что ни в чем не виновата, поэтому отказывается писать какие-то помилования на какого-то террориста и бандита. Достойные люди живут в Беларуси. После позавчерашней встречи синепалого диктатора с Путиным остаются только небольшие насмешки. Год назад они говорили о том, что подписаны все интеграционные карты, кроме одной. Потом они заявили о том, что еще три карты не подписаны. Теперь они говорят, что подписание этих самых карт они будут проводить в октябре месяце. А немного позже уже в российских СМИ публикуется совершенно другая информация, что будут подписываться эти документы 4 ноября. Что тут можно добавить? Очевидно, что Путин пытается поднять свой рейтинг любыми способами для того, чтобы сфальсифицировать выборы в России и победить на них любыми способами. Диктатор в этой игре отыгрывает небольшую партию, которая еще предстоит российскому народу. Но то, что сейчас происходит, это так как эти самые интеграционные договоренности поднимались уже раз 20 и ни разу не доводились до логического завершения. Литовский посол США заявил, что основная угроза для Литвы не Россия, а непосредственно диктатор. И если диктатора не устранить, то впоследствии пострадает вся Европа. Ну и так как у Литвы есть историческая память, она желает Беларуси только демократии. Да тут в принципе и спору нет. Так как любой человек, который живет в квартире, хочет иметь нормального адекватного соседа. И если ваш сосед пьяница, наркоман, бандит, террорист и просто больной на голову человек, вам жить некомфортно. То же самое и с Польшей, Литвой, Латвией. Никто не хочет жить с соседом, у которого кукуха свистит. Помните эту дикую историю, когда пенсионеров в электричке за чтение белорусской литературы схватили, посадили и арестовали на суд? Мы об этом говорили очень много, возмущались, они отсидели сутки, заплатили штрафы и сейчас у них в квартирах проходят обыски. Вы не ослышались, у людей, которые в Беларуси читали белорусскую литературу в электричках, проходят обыски, потому что они уже считаются белорусскоязычными, а если ты белорусскоязычный, значит ты враг этого незаконного бандитского режима. Да и вообще, если ты учишь иностранные языки или оформляешь карту поляка или, не дай бог, летал в Америку по бизнес-делам, то ты тоже враг этого режима. Мы как-то заявляли о том, что нагродный азот катастрофа. И лукашисты в один голос кричали, что это оппозиционеры наговаривают. У нас все стабильно, все прекрасно, все работает, нет никаких проблем. А вчера остановили работу двух цехов. Аммиак-3 и карбамид-3. Как раз таки там, где и была та самая чаша, которая имела трещину. И вы не подумайте, это не из-за того, что там трещина в чашу. Это плановая остановка для того, чтобы пол поднести. Лукашисты врут и даже не задумываются, почему они врут и для чего они это делают. Просто априори. Белорусы заявили, что там катастрофа, значит, нужно опровергать. Даже если эта катастрофа есть и ее видно с высоты птичьего полета не имеет значения. Если вдруг кто-то опубликует в Беларуси, посадим. Ну, а если не опубликуют, будем врать до последнего. До тех пор, пока умирать рабочие не будут. Да и потом тоже будем врать. Самое главное держать правильно мину. Ник и Майк опубликовал прослушку из кабинета Баскова с одним из хоккеистов. Он там рассказывал о том, что нужно родину любить, точнее, Лукашенко любить. И нельзя, в общем-то, ничего высказывать. Ну, предлагаю послушать. Ты влезаешь вот в эту полемику, где унижают президента, оскорбляют его, высмеивают, ну зачем? У тебя есть свое мнение, ну вставь его. Когда я влезал в полемику по оскорблению президента? Ну, тебе открыть группу эту. В спорт без насилия? В том числе, конечно. Я просто иногда бросаю пакетом. Но мультик этот сбросил, который российский? Ну, в том числе, да. Ну, ты же показываешь, что ты не уважаешь президента, что ты, блядь, не признаешь, что ты, блядь, считаешь, что нахуй должен сложить полномочие, что он смешной. Ну, я сейчас не для протокола, смотри, и не для записи. Я сейчас эмоционально с тобой. Эмоционально для меня потому что ты закажу, как я. Дайте честно, я могу вообще с тобой просто уволили бы и забыли. Я по-человечески хочу понять, что происходит в твоем внутреннем. Ну, Дим, в частности, скажу, как бы вот, у меня достаточно широкий вкупник. Не могу тебе сказать это, я тоже не голосовал бы. Вот мои выборы, но я, это моя, как-то, как гражданин оппозиции. У меня есть люди, которые мне пришли и откровенно сказать, я не буду голосовать президента. Это преступление? Нет. Ты не голосуй за президента, если ты не хочешь, я тебя не заставляю. Но, пожалуйста, как бы, будь, будь тогда по отношению к клубу честен. Не выставляйся, не пиши ничему, ну, такого, знаешь, просто будь в своей позиции. У каждого еще есть выбор на избирательном участке. Да, я тебе могу еще много закончить. Вот ты из всего моего обширного достаточно круга на том, вот никто. Ну, знаешь как, это для меня не аргумент, знаешь почему? Потому что из круга моего, моего знакомого все голоса. Я понимаю, все голоса. Ну, вот опять-таки. Вот я общаюсь, все говорят, да мне за батьку. Мы за батьку, понимаешь? Нет, я не против, я не хотел вообще в этом влезать в политику. Зачем ты залез? Я залез просто из-за того, что происходит с людьми. Милиция не должна себя так вести. Есть закон, понимаешь, закон не должен быть с одной стороны. На сегодняшний день закон только с одной стороны. Я юнофтопрометил. Вот еду, впечатлен ситуацией с Девятовским, мне показали его медицинское заключение, ну, мне, я просто почему-то снижал. Срыгнул. Да, я просто посчитал, опять же, не могу сказать, но когда я прочитал все, что там с ним, человек, олимпийский призер, мощный, жесткий, сильный, заслуженный, его хуяли. Дни 10, вот эти вот твои, да, вот эти вот переписчики, да, его провоцировали, его уничтожали, его оскорбляли, унижали. Просто, ты не представляешь? Ну и для закрепления данной информации хочу сказать о том, что он уволился из Федерации Хоккея. Никто не вправе мне указывать. И ни Международная Федерация Хоккея, ни Рене Фазел, и ни дисциплинарный комитет и Хафе не вправе мне указывать, как себя вести. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите несколько комментариев для продвижения этого видео в топ. Это очень важно для нашего канала. Мы стремимся к отметке в 200 тысяч. Нам осталось немного, вместе мы пройдем этот рубеж. Помните про политических заключенных? Помните про родных и близких политических заключенных? Это важно. Это наши герои. Герои нашей страны. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были Реальные Новости. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова